Горнолыжные курорты Татарстана ежегодно принимают более 100 тысяч туристов. Их число растет с каждым годом. К примеру, по итогам прошлого Свияжские холмы вошли в топ-10 самых посещаемых курортов России. Реализация потенциала республики во многом зависит от ее благоустройства. Накануне глава Татарстана Рустам Мениханов одобрил строительство нового объекта. Первый проект – это Карабашское море. Это создание курорта на северной стороне Карабашского водохранилища. Внутри проекта планируется создать горнолыжные трассы, гостиницу на 50 номеров, 20 гостевых номеров, ресторан. Общий объем инвестиций – 300 миллионов рублей. Планируется, что на горнолыжном курорте будет задействовано около 80 сотрудников. Общая площадь Карабашского моря составит свыше 7 гектар. На самом деле республика Татарстан имеет выгодное физгеографическое положение. Мы находимся на возвышенности, и наша пересеченная местность именно предполагает развитие такого вида отдыха. И если свярские калмы располагаются в западной части, то все уже мы услышали, что инвестиционным советом утверждено проект развивать Карабашское море, то есть горнолыжный курорт, уже в юго-восточной части Татарстана. И я думаю, строительство и те инвестиции, которые будут вложены, как мы слышали, в объеме 300 миллионов рублей, они положительно скажутся, и мы в своей деятельности увеличим доход в бюджет республики Татарстан. Рустам Амудов, бизнесмен, выступающий в качестве инвестора проекта, попросил у властей республики помочь построить дорогу к курорту и подвести коммуникации. Помимо этого, категория земельных участков, на которых планируется создание курорта, будет изменена. Им будет присвоен статус особо охраняемых территорий и объектов рекреационного значения. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюс.